МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире телеканал Эфир 24, программа ЖКС. Жилищно-коммунальные советы. Советы по ремонту, строительству в студии Тимофей Вагнер и Гульнас Мениханова. Здравствуйте! На прошлой программе мы говорили с вами, наверное, на самую актуальную проблему, которая сегодня существует. Это проблема жилья. Как получить жилье? Как сделать так, чтобы многие семьи, которые нуждались и нуждаются в своем жилье, в своих квартирах, получили их? Программ существует очень много, и, как всегда, Республика Татарстан на первом месте. Мы впереди планеты всей, и достаточно большие и обширные программы у нас. Звоните, если у вас есть вопросы, которые связаны непосредственно с получением жилья разным программам. 511-99-66 – это телефон прямого эфира. Сегодня у нас в гостях начальник взаимодействия в строительном комплексе Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Елена Сергеевна Муханова. Здравствуйте! Здравствуйте, Елена Сергеевна! Елена Сергеевна, расскажите, пожалуйста, о том, как сейчас развивается жилищное строительство в Республике. Ну, следует сказать, что Республика Татарстан на протяжении последних нескольких лет входит в десятку лучших среди регионов Российской Федерации и занимает одно из первых мест в Павловском федеральном округе. Ежегодно в Республике вводится 2 миллиона 400 тысяч квадратных метров жилья. Это 400 тысяч квартир каждый год. 40? 40 тысяч квартир каждый год. 400 тысяч – это мы всю Россию обеспечим. Значит, что хотелось бы сказать. Основные три направления, которые в Республике имеются, это социальная ипотека, многоквартирное инвестиционное жилье и индивидуальное жилищное строительство. По социальной ипотеке ежегодно вводится порядка 16-20%. Это где-то 340-400 тысяч квадратных метров жилья. И многоквартирное инвестиционное жилье – где-то миллион квадратных метров каждый год. И индивидуальное жилищное строительство – тоже миллион квадратных метров. Ну, если так посмотреть по этим трем направлениям, то самое, наверное, выгодное и самое дешевое, это получается как раз социальная ипотека. Все остальное это как бы коммерческое. И вот по социальной ипотеке порядка 6 тысяч квартир в год. Больше. 6,5 тысяч. 6,5 тысяч квартир в год. Хорошо, давайте поподробнее, что нужно, как нужно, что сделать, чтобы в эту программу вступить. В социальную ипотеку. Ну, не только в социальную ипотеку, давайте о программе. Давайте поговорим о программе «Жилье для райской семьи». Новая программа, новая интересная программа, действительно, немножечко как бы, ну не немножечко, а расширяется к категории граждан, которые смогут в ней поучаствовать. То есть это совсем как бы, ну, новое направление. То есть «Жилье для российской семьи», основные меры были утверждены постановлением правительства Российской Федерации номер 404, которое вышло только вот в мае месяца этого года. И, значит, информация вот у нас вся на сайте на нашем есть. Значит, что самое главное хотелось бы отметить, это то, что стоимость «Жилье» 30 тысяч квадратных метров или 80% от рыночной стоимости. 30 тысяч рублей за квадратный метр. 30 тысяч. То есть, если мы говорим о городе Казани, то, да, однозначно это 30 тысяч рублей, потому что рыночная стоимость «Жилье», конечно, в городе Казани выше. Ну, какие вот сейчас у нас цены примерно? Ну, если говорить о первичном рынке, средние цены порядка 47 тысяч квадратных, ой, 47 тысяч рублей. На вторичном рынке даже подороже порядка 55 тысяч рублей за квадратный метр. Мне кажется, надо отдельную программу потом сделать, по тому, почему на первичном рынке дешевле, чем на вторичном. Ну, потому что на вторичном рынке, очевидно, уже готовая квартира, можно заехать, а первичка, как правило, это черновая. Черновая отделка. А кто вообще может, какие категории граждан могут претендовать на получение жилья для райск семей поучаствовать в этой программе? Ну, значит, что хотелось бы сказать. Во-первых, сразу скажу, что, значит, кто может участвовать? Те, кто нуждается в улучшении жильщинных условий, это 18 квадратных метров, не более 18 квадратных метров. На человека? Да, на каждого члена семьи. Для одинокого гражданина 32 квадратных метра. Вот, значит, что еще хотелось бы сказать. То есть доходы и стоимость имущества тоже не должны превышать определенного уровня. То есть это, опять-таки, как социальная поддержка для граждан, которые, быть может, не могут сразу взять и купить себе какое-то жилье, которое бы они хотели. Вот, значит, что здесь еще? Граждане, которые имеют трех и более детей. Граждане, которые имеют двух и более детей, являющиеся получателем материнского капитала. То есть здесь мы говорим о том, что это молодые семьи, в общем-то, да? Вот, теперь... Ну и отдельные категории граждан, которые утверждены постановлением правительства. То есть это то, что определено под постановлением правительства Российской Федерации. Конкретно перечень категорий граждан будет прописан буквально до 18 августа. Будет принят постановление Кабмина, где будет определен порядок, значит, перечень конкретной категории граждан, которые смогут подать заявление, значит, если они захотят участвовать в этой программе. Хорошо. 511-99-66, телефон прямого эфира. Звоните, спрашивайте, если вас заинтересовала непосредственно эта программа, может быть, какие-то другие вопросов. С прошлой программы у нас очень много. И, наверное, начнем с этих вопросов, потому что для этого программа и существует. Жилищно-коммунальные советы. Я стою в списке по социальной ипотеке, плюс у меня пожилая мама. Через год родился сын, то есть внук, и мы переехали. Не будет ли это считаться ухудшением жилищных условий? То есть три человека, получается, появилось? Нет. Ну, конечно, нет. То есть рождение ребенка никогда не будет считаться ухудшением жилищных условий. Более того, что при рождении ребенка положена единовременная выплата в 200 тысяч рублей, которая погашается, то есть погашается стоимость квартир. То есть это совершенно не есть препятствие. Это радость и счастье. Это Кадрия задавала вопрос. Давайте дальше. 511-99-66. Пошли звонки. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Такой вопрос к приглашенной даме. Я прописан в городе Казань. Дочка моя, то есть до двух лет девочка, прописана тоже вместе со мной. Но мама у нас прописана в городе Булинск. Можем ли мы претендовать на программу жилье для российской семьи? Вот такой вот у меня вопрос. Спасибо. Спасибо. Конечно, может претендовать. Нет никаких ограничений в данном случае. Ну да, надо просто еще раз сказать, это республиканская программа, друзья. Эта программа рассчитана на всю республику. И любой житель республики может претендовать. Булинск, слава богу, наша республика. Поэтому, да, все понятно. Ответ ясен. 511-99-66. Продолжайте задавать вопросы. Еще. Какой вопрос мы хотели перед программой? Что-то мы обсуждали по поводу квартиры, по-моему, да, однокомнатной. А, да. Хрущевка. По поводу Хрущевки, да. Есть ли человек прописан в Хрущевке? И у него, а он бюджетник. А у него мама и сын. Сын бюджетник. Они могут ли претендовать? Вот такой был вопрос. Конечно могут. То есть о бюджетниках здесь речи даже нет. Естественно, все бюджетники. Добро пожаловать. Ну, на самом деле, вот эти 18 квадратных метров, это, наверное, какой-то камень преткновения. Потому что если Хрущевка 36 у нас, да, то они могут. Могут. То есть 37 уже не бывает, да, я так понимаю? Хорошо. Если вы приходите до более 18 квадратных метров, да, человек уже не может принимать участие в таких программах. Понятно. 511-99-66. Давайте продолжать советовать. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Мы совсем недавно встали, ой, то есть взяли коммерческую ипотеку в банке. Мы можем претендовать на данную программу жилье российской семьи? А вы бюджетная сфера у вас? Я работаю в бюджетной сфере, а муж нет. А квартира у вас в собственности или как вы ее оформили? Мы ее оформили на двоих, получается. Мы вдвоем с супругом собственниками являемся. Ну, вы являетесь собственниками. Если у вас меньше 18 квадратных метров на одного человека, то можете. Если больше, то... Нет. Вот я вообще подавала документы на программу «Молодая семья». То есть я могу оттуда документы взять и просто дать на программу жилье российской семьи. Документы вы сдавали, имеется в виду, на вот эту коммерческую? Нет, нет. Мы вот взяли уже коммерческую ипотеку. Вот совсем недавно. А вставали мы в очередь в 2013 году на программу «Молодая семья». И вы ушли из этой программы? Ну, мы документы не забрали. Просто мы их не обновили, получается. Ну, в тот момент, когда вы начнете обновлять документы, будет понятно, что у вас есть собственность. И если у вас приходится на одного человека больше 18 квадратных метров, то вы утрачиваете право приобретения? Нет, у нас квартира 30 квадратных метров всего. На двоих? На двоих. На троих даже. На троих. Ну, значит, можно ты, конечно. Значит, можем, да? Да. С коммерческой ипотекой не будет проблемой в этом случае. А какие проблемы с ипотекой у вас могут быть? Вы обязаны банку? Ну, получается, мы коммерческую ипотеку выплачиваем уже. Там же уже тоже, наверное, как ипотека, она считается этой программой. Какие-то деньги надо будет оплатить. Начальный взнос, либо что-то такое. Да, я поняла. Значит, постановление, которое выйдет и определит конкретный перечень категорий граждан и перечень документов, которые надо будет сдавать в органы местного самоуправления, там как бы все это будет прописано и более подробно можно будет получить информацию именно по месту сдачи документов. Ну, в данном случае, в управлении жилищной политики в исполкоме города Казань. Ну, да, да, да. То есть, если в Казани, то да. А так, в органах местного самоуправления по месту подачи заявления. Понятно. Спасибо. Спасибо. 511-99-66. Продолжаем советовать. Но, что касается вот этого вопроса, я так понял, все достаточно просто. Если у вас есть квартира, и она меньше 30 квадратных метров, вы можете подать бумаги для того, чтобы вступить в эту программу. Это понятно, это логично. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Да, да, да. Вы в эфире. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мы, как бы участники программы по социальной апотеке, бюджетники, хотели бы приобрести, выиграть квартиру в районе Салават-Купере. Не подскажете, как будет с инфраструктурой? То есть, садики и школы будут ли строиться параллельно домам, либо нам какое-то время придется возить детей в другие районы города? Понятно. Вопрос ясен. Спасибо. Ну, надо сказать, что действительно Салават-Купере начал застраиваться. Действительно, там будет полтора миллиона квадратных метров жилья построено. Район будет не только жилищный. Там будет вся инфраструктура. Там будут детские сады, будут школы. Там будут дороги. То есть, в 2015 году планируют создать первые дома. Сейчас уже, как бы, я думаю, что люди смогут выбирать квартиры. И все там будет. То есть, сейчас, как бы, политика такая, что государственная, что обязательно должна быть комплексная застройка. И люди, которые въехали в квартиры, они не должны как-то себя обременять тем, что им надо возить детей или ходить непонятно куда в магазины ехать, значит, уже с продуктами домой. То есть, все это будет в тот момент, когда будут заселяться. Сроки. Всегда люди интересуют сроки. До какого? В 2015 году первые жители появятся в Салават-Купере. И там будет и детский сад обязательно. То есть, рассчитанное пока на то количество, которое въедет. И по мере разрастания микрорайона будет увеличиваться количество детских садов, школ. И будет дорога обязательно. Ну, то есть, можно смело сказать, что до конца 2015 года инфраструктура уже будет. Да, да. Это вот такой вот ответ. 511-99-66. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите. Хотелось бы уточнить, мы... Алло. Да, 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 да. Хотелось бы уточнить, мы с отцом проживали в однокомнатной квартире. Отец получил квартиру по социальной ипотеке. Я осталась прописана по тому же адресу, где мы вдвоем были прописаны. Сперва у нас не хватало квадратных метров. Сейчас у меня родился ребенок. Опять-таки, у меня не хватает квадратные метры. Если я после декретного устроюсь опять на бюджетную сферу, например, работы, я могу встать на социальную ипотеку заново? Может, в эту программу? Да, на социальную ипотеку, но у меня сейчас я в декретном не работаю. То есть я хочу найти бюджетную организацию, проработав там, соответственно, встать на учет социальной ипотеки. Вопрос я могу задать? Понятно. Да, да, спрашивайте. Да, я хотела просто уточнить, вы в договоре социальной ипотеке тоже участвовали? Нет, нет, меня не включили, потому что была не бюджетная организация. Тогда я имею в виду социалом, предъявителем был отец. Только отец, и он получил квартиру. Я правильно поняла? Да, да, да. Тогда вы, конечно, можете, если вы не участвовали. Он один ипотеку, то есть он один собственник уже этой квартиры получается, а сейчас я прописана по тому же адресу, и у меня родился ребенок, а опять-таки у меня не хватает квадратные метры. Получается так. Да, конечно. Все? Да, конечно. Можете, можете. И еще хотелось бы один вопрос уточнить, а если бюджетная организация, как, грубо говоря, РЖД Россия, филиал здесь получается, как Татарстан, это бюджетная организация считается. РЖД? Да, например, РЖД Россия, филиал города Казани, получается. РЖД это акционерное общество. Я знаю, что там государственное присутствие, но, по-моему, бюджетная сфера это у нас школы, больницы. Но на самом деле вы должны уточнить, когда устраиваетесь на работу. Спасибо за ответ на вопрос. Да, но я еще хочу добавить просто. Дело в том, что не только бюджетники участвуют в программе социальной ипотеки, есть еще работники тех предприятий, которые осуществляют взносы в государственный жилищный фонд. Поэтому это не ограничивается. То есть это надо просто проконсультироваться в госжилфонде или в организации, в которую вы хотите устроиться. Можете ли вы участвовать в программе социальной ипотеки? С другой стороны, еще можно же не только предложить социальную ипотеку, еще и жилье для российских семей. То есть вам будет достаточно удобно и достаточно выгодно вступить в эту программу, потому что работаете в бюджетной, не в бюджетной сфере. У вас, судя по всему, три человека и одна квартира. У вас по квадратным метрам вы попадаете в эту программу, поэтому легко устраиваетесь на работу туда, где больше платят. Продолжаем. 511-99-66. Это телефон прямого эфира. Готовьте ваши вопросы. Пока давайте посмотрим, как к программам и как вообще к нашей сегодняшней теме относятся люди. Мы спросили граждан на улице и различные ответы получили. Как потом вы прокомментируете? Не знаю. Но давайте посмотрим сюжет. У молодых семей, как правило, одна самая большая проблема – это проблема с жильем. Я, конечно, понимаю, что предоставлять жилье, наверное, сейчас не получится сразу, но хотя бы, я не знаю, чтобы государство этим как-то занималось, чтобы была возможность, например, снять жилье подешевле. Среди моих знакомых, например, есть матери-одиночки, которые старались всяческим образом лучше свое материальное положение, но у них этого не получалось. В связи с чем? Ну, где-то большие очереди, где-то там они пытались через социапотеку, но при этом там необходимо именно в бюджетной сфере работать. Я бы, в общем и целом сказала, что все-таки эта проблема очень сложная и трудная, и что она еще пока не решена. Наши жилищные условия благодаря нам самим улучшились. Конечно, пока устраивает, но мы собираемся и семьей увеличиваться, и расширяться в дальнейшем. А госпрограммы нам не помогают, ничем не нравятся. К сожалению, они занимаются больше голословым, каким-то заявлением, а фактически никакой материальной помощи фактически нет в этих кредитованиях, так называемых, ипотечных. Иногда даже процентная ставка выходит больше, чем обычный кредит. То желание, чтобы ипотека была не более 5%. Потому что был царский указ, царский указ, не помню, от 1905 года, если свыше 5% этих, кто дает кредит, сажать в долговую яму. Стабильности нету. То есть, если человек берет ипотеку, он рассчитывает, значит, что в течение 10 лет он будет ее выплачивать. 10, 5 там. Но дело в том, что производство или предприятие может обанкротиться и т.д. Разные форс-мажорные обстоятельства. И так, что государство обязано даже помогать. Разное мнение, конечно, у людей. Понятно, что уже сейчас большинство начинает понимать. Я вот в двух словах, а потом вы прокомментируете. Я просто хочу уже достучаться, докричаться. Друзья, поймите, что улучшение жилищных условий – это не для того, чтобы вы получили третью квартиру. А для тех, у кого вообще нет жилья. Для тех, у кого действительно живет в ужасных условиях. Именно для них эта программа. У нас пока еще, конечно, есть такие семьи, которые живут в общежитиях, в каких-то коммуналках. Их еще много. И именно их надо расселить. А потом уже, я не спорю, что может программа, которая будет называться 2038, она на получение второй квартиры. Подавайте документы. Но это в будущем. Да, или программа будет называться «Моя третья квартира». Моя третья квартира. Ну, действительно, мнения, конечно, разные, но не соглашусь с теми, кто говорит, что это голословно. На самом деле, конечно, нет. То есть, действительно, есть люди, которые очень нуждаются. Да, это и дети-сироты. То есть, в этом году 308 квартир выделено детям-сиротам. То есть, это и участковые полицейские, которым предоставляется жилье по месту работы. Вот, надо еще сказать, что для жителей сельских районов тоже предоставляется и служебное жилье. Ну, то есть, все стремятся в большие города. И, естественно, в большом городе получить квартиру, ну, может быть, не так просто. Вот. Но в республике особенно, то есть, благодаря программе социепотеки, я считаю, что возможностей гораздо больше, нежели в других регионах России. И поэтому, то есть, вот сейчас появилась новая программа, да, через, может быть, год появится еще что-то более. Конечно, мы все хотим, чтобы ставки по ипотеке падали, но существуют, как бы, законы экономики, которые невозможно отменить. И, как бы, все мы работаем в этом направлении и будем надеяться, что жилье с каждым годом будет становиться все доступнее. Потому что, если мы открутим ленту на 10 лет назад, наверное, было совсем плохо. Сейчас, в общем, как-то, ну, все мы, большинство из нас, по крайней мере, ну, на улице, наверное... Мы живем в нормальных условиях. И расселяется аварийное жилье, ветхое жилье расселено. Ну, то есть, в общем, я считаю, что достаточно... Ну, все стартовало. Да, может быть, недостаточно делается, но делается. И делается, в общем, в этом направлении многое. И, как бы, мы в этом направлении работаем. Да. 511-99-66. Успеем принять еще один звонок. Друзья, звоните. Что касается, конечно, самой программы «Жилье для российской семьи», это мы пилотные, я так понимаю, в Татарстан, или это по всей... По всей России, но мы первые подписали соглашение. Да, у нас соглашение номер один, которое было подписано 3 июля этого года президентом нашей республики, значит, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и, значит, открытое акционерное общество, агентство по ипотечному жилищному кредитованию, которое будет предоставлять определенные бонусы для застройщиков. То есть для того, чтобы заинтересовать не только жителей, да, но и застройщиков тоже. То есть поэтому здесь задействовано агентство по ипотечному жилищному кредитованию в том числе. И соглашение действительно номер один. Вот. И республика взяла на себя обязательство ввести полтора миллиона квадратных метров жилья до 1 июля 2017 года, то есть в течение трех лет. Поэтому здесь строится обязательно. Последний звонок очень коротко. Будьте добры. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хочу вот такой вопрос задать. Я прописана в одном городе, а проживаю в другом. Городе Татарстана? И работаю в бюджетной сфере. Вы в Татарстане прописаны? Хотела бы получить квартиру в этом городе по месту работы, но место регистрации, я считаю, другой город. Какой город? Нет, я проживаю по регистрации в городе Займске, а работаю в набережных Тюнах. Понятно, спасибо. Нет, очень хорошо. На очередь можно встать в городе Займске. Все понятно. Хорошо. Большое спасибо. Всю информацию о программе «Жилье для российской семьи» вы можете посмотреть на нашем сайте. Сайт Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ. У нас на самой главной странице есть баннер. Здесь все постановления, само соглашение, приказы министерства. Вы можете посмотреть. То, что до 15 августа кабинет министров подпишет, мы обязательно все это сюда выложим. Поэтому следите за сайтом. Большое спасибо вам. Замечательная беседа. Я думаю, еще не раз вас пригласим. Друзья, не забывайте, телефон прямого эфира 511-99-66. Вы можете звонить. Поэтому телефон во время программы. Каждый четверг мы выходим. Также, если у вас есть доступ к интернету, наша группа ВКонтакте, которая называется 24ЖКС. Пишите вопросы из этой группы. Все вопросы мы потом озвучиваем. Это программа «Жилищно-коммунальные советы». Тимофей Вагнер, Гульнас Мениханова и наши замечательные гости. Елена Сергеевна Муханова. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова